Научиться ходить. ГТРК Новосибирский Росфонд продолжает совместный благотворительный проект. Пятилетней Саше Гогловой нужна помощь. В 10 месяцев девочке поставили диагноз детский церебральный паралич. Помочь Саше пройти дорогостоящие лечения можете и вы. Ежедневно на свет появляются тысячи детей. Но, к сожалению, распознать различные задержки развития у новорожденных часто бывает невозможно. Так было и с Сашей. Вот это какая цикла? А это какая? Бух. Родилась недоношенной. Умственно развивалась, как все сверстники, а физически немного отставала. В полгода девочка не могла самостоятельно держать голову, сидеть. Мама забеспокоилась. Повезла Сашу на обследование. Врачи поставили диагноз – ДЦП. Сейчас девочке пять. Длительное лечение в Новосибирской области, за границей, дает результат. Чем больше занимаемся, тем больше у ребенка что-то выявляется. Ну вот, теперь Саша умеет сидеть, Саша умеет ползать. Саша правая рука как бы сильно была стянута. После кидая стала лучше рука, спина стала крепче. Ну и сама стала как бы не стянута, а как бы уже видно, что лучше. Массаж ипотерапия, бассейн, ЛФК. Сейчас Сашу пригласили на лечение в Москву. Саша нуждается в госпитализации и лечении в институте, чтобы восстановить двигательные функции, и улучшить мелкую моторику, физическое и эмоциональное состояние. Но лечение платное. Стоит 199 740 рублей. Большую часть суммы уже собрали. Не хватает 45 тысяч. Взялся помочь РУСФОНД вместе с журналистами ГТРК Новосибирск. Сегодня мы объявляем сбор средств. Помочь Саше просто. Нужно отправить СМС-сообщение со словом «Дети» на короткий номер 5542. Стоимость одного СМС 75 рублей. Если мобильный оператор запрашивает подтверждение, подтвердите, чтобы ребенок получил ваши деньги. Перевести пожертвования можно и другими способами. Все они на сайте РУСФОНДА. Мама Саши уверена, в Москве девочку поставят на ноги. Может быть, уже сама шагать начнет. Сейчас она еще даже после Гитая может стоять возле стенки. Но, конечно, у нее страх очень большой. Хотим, может быть, чтобы страх нам помогли убрать это. Виктория Сумин, Андрей Куропаткин, Вести Новосибирск.